Это знаете как, кто тебя, сам себя, вот это я, да, с горяча там записала какое-то там видео внеочередное среди ночи и ляпнула, ну это же я, да, взяла и ляпнула, что я отвечу на все ваши вопросы, у меня такая натура дурная вообще, абсолютно дурная, абсолютно, если пообещала, надо сделать, и не важно, хорошее пообещала, плохое, слово надо держать, это меня так мама вырастила, это я помню, это то, что меня очень страшно раздражало все мое детство, мне мама всегда держала свое слово, вот и я такая же противная, в общем, но вопросов не было, я же пообещала, надо же реакцию дать, как я, ну не хочу, как вам сказать, потерять ваше доверие, вот, ну вот честно, да, ну как-то мне вот не хочется, поэтому, сейчас спать хочу, жесть, у меня, правда, начало девятого, сейчас почти полудевятого вечера, но у меня, знаете, когда там это молодоженство заканчивается, я все жду, 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 я не высыпаюсь, я хочу спать, но, знаете, пообещала, делай, и так, конечно, вопросов, я подозревала, что вопросов-то не будет, на все вопросы, так по-честному, уже есть ответы, и все их знают, но одно дело знать, а другое дело применять на практике, вот это две большие разницы, но я все равно хочу с вами обсудить те комментарии, да, что вы мне оставили, девочки, не, я не хочу это оставлять без внимания, есть интересные моменты, я читать там эти комплиментарные не буду, ладно, спасибо большое, но я не хочу из этого видео устраивать бенефис меня, я буду читать то, что вот, что я могу откомментировать, почему, почему, почему я, почему мне вот это все про отношения, про отношения, я уже думаю, ну, что у меня с мордой что-то не то, я не понимаю, почему я, и вот мне Таня пишет, что, ну, то, что вы ответите, еще и у мужа спросите, вот, что нравится, да, поэтому, конечно, вот и хочется спрашивать, ну, да, еще и у мужа спрашиваю, я так, знаете, подкрепляюсь, так сказать, это я так, разделяю с ним ответственность, это называется, А как дела у вас с английским языком? Вы хорошо его знали, когда приехали, когда приехала? Насколько я знала? Я думала, что я знаю неплохо, но когда я приехала, я поняла, что я не знаю вообще. А как дела с английским языком? Ну, он есть, это часть моей жизни уже на протяжении двух лет, трех лет, у нас вот осенью, в конце сентября, последний день сентября у нас будет три года, как мы поженились с мужем, да, и 7 октября будет два года, как я переехала сюда, поэтому тут как с языком? С языком. Ну, надо быть, как там ответила Надя, надо быть идиотом, чтобы, проживя несколько лет, да, в языковой среде и вообще не знать язык, как бы, поэтому, ну, я не совсем идиот, поэтому, как бы, с языком нормально, ну, мне хватает, ну, а самим людям тоже хватает, ну, я надеюсь. Мне ваши вопросы, мне ваши видео, ответы на вопросы, мозги на место ставят, вот мне это нравится, это то, это тот результат, которого бы я хотела достичь, вот повстряхивать, знаете, вот встряхнуть. Я сама, да, еще там три года назад была там, жила, и я, а еще раньше я тоже там, еще сколько-то лет назад, я чувствовала себя несчастной, хотя реальных причин для этого не было, поэтому вот мне хочется встряхнуть тоже. Встряхнуть вот вас как-то вот, повернуть вот в нужное русло, Таня Спринг. Мне кажется, что вас спрашивают про отношения, потому что видят, какие хорошие, удачные, успешные отношения у вас в семье. Да, мы хотят таких же отношений, надеются получить от вас пошаговый рецепт и такой же тортик на выходе. И вы даете много полезного, информацию и примеры, надо только внимательно слушать. Можно, вставлю свое мнение, нужно. Вы правы, надо быть собой. И если вы не девочка-девочка, не пытайтесь ей казаться. Думаю, вы все равно сможете найти своего мужчину. Всем удачи. Вот, согласна. Я согласна абсолютно. И, ну, с самого начала, вот я хочу прям прокомментировать, как я внутри вообще все ощущаю и чувствую. Я же не могу видеть себя со стороны. И я не хочу, чтобы вы тоже заблуждались. Вот, какие хорошие, удачные, успешные отношения у вас в семье. Вот, я не считаю, что у нас отношения прям супер-мега какие-то прям, не знаю. Ну, у нас вот такие. Я показываю, что еще вот такие. Вот так бывает. Знаете, как один из примеров. Не потому, что посмотрите, как у меня все классно. А я про это тоже хочу с вами поговорить, кстати. Это, я не думаю, но вот отношения, отношения. Вот у нас вот такие отношения. И я показываю, как я вообще себя веду, как мы ведем себя в этих отношениях. И получается вот так. Кому-то такой вариант подходит, а кому-то нет. Ну, это же выбор каждого. Просто у нас вот такие. У нас вот такая семья. Для кого-то смешная, для кого-то глупая, для кого-то вот удачные отношения кто-то считает. Кто-то, все по-разному. Ну, просто вот мы есть, и я вот наглости набралась за вид, что еще вот так бывает. Так, про полезную информацию и примеры. Да, но вот, к сожалению, не все понимают, что, ну, каждое, любое видео – это источник информации. В принципе, любое. Любое видео – это источник информации, причем зачастую важной информации. Надо уметь ее вот увидеть. Увидеть и вот как-то сделать выводы, самое главное. Так. И, да, если не девочка-девочка, не надо пытаться ей казаться. Да. Кстати, про девочку-девочку. Я еще в России была, и у меня подружка есть. А я, может, говорила уже, не знаю, в Москве. И мы с ней разговаривали вот перед отъездом, да, я с ней разговаривала. И она мне говорит, Оль, ну, ты всегда была такая девочка-девочка, такая девочка-девочка. Я себя вот девочкой-девочкой никогда не ощущала. Но вот со стороны, да, вот она мне сказала, ты всегда была девочкой-девочкой. Вот мне это странно. Я это вот никак не могу забыть, и всякий раз я не ощущаю себя девочкой-девочкой. Я не знаю, если так кажется со стороны, я не знаю, ну, мне это так удивительно. И что я вам хочу сказать? Да, можно притворяться, подыгрывать сколько хочешь, но натура, да, вы же все равно в какой-то момент проявите себя. И человек тот, который там клюнет на вот ту, там, на ту женщину, на тот фейк, да, на ненастоящесть, он будет разочарован. Зачем? А вдруг человек приличный? И потом, не надо стесняться. Мы же, мы все разные, и каждый имеет право быть другим. Это не значит, что кто-то хороший, а кто-то плохой, да? Это не значит, что вот это, это хорошее, да? А та, которая там просто без кривлячек, это плохая. Нет, просто разные. Вот нас этому, здесь в школе этому учат, что люди, что мы все разные, и это нормально. Вот нас этому в школе вообще, меня не учили во всяком случае, и у нас в школе этому не учат. Нет, блин, всех надо под одну гребенку. Да не надо, мы все разные, и все. И в том и прелесть, что мы все разные. Если бы все были одинаковые, вообще было бы печалька, а не жизнь. Ой, что-то опять разошлась. Да, и чем вы натуральнее, да, ведете себя в самом начале, в моменте знакомства, тем больше шансов построить отношения, поскольку не будет вот этого момента. О-о-о, там, вот такое, о-о-о, это там все было, да? Нет, будьте сами собой, сами собой. Я вот, видите, я сама, я сама собой, поэтому раздражаю в некоторых вообще кошмар. Да, для кого-то я кошмарная, для кого-то я ничего. Я, кстати, забегу вперед, у меня там комментарий был, мне Ира Бондарь, по-моему, написала, что какая красивая, какая нахрен красивая. Это, да красавица. Но для нее я красивая, а для кого-то дирижабль, понимаете? Ну и это нормально. Я же не долларовая купюра, не стодолларовая купюра всем там нравится. И у меня, главное, цели такой нет вообще. Нет, у меня есть цель, там же мужу так, еще не совсем гадко было, да, от меня. Так, дальше. Ну вот Лариса мне тоже, Лариса Политая, мой сотый подписчик, тоже Лариса пишет, что, ну, потому что нравится смотреть, что Ваня такой счастливый. Да не такой он прям супер-мега счастливый. У меня иногда муж говорит, я уже не знаю, что с ним делать, ну вот что для него сделать, чтобы ему хочется увидеть вот это. И я ему объясняю. Ну сейчас он хоть как-то, Ваня, вот, ну, за вот эти, за два года, как-то, хоть как-то там расшевелился, стал показывать эмоции. А до этого же у нас как? А что ты ржешь? А что? А вот это все? И везде, причем дома, там, я его так не шугала, он как в школу пошел, так вот он более, там, стал сдержанный, там, вот, как-то не проявлять эмоции. Здесь-то его уже растормошили, он как-то стал более открытый ребенок. И да, и что других, там, у других девочек, там, другие отношения, да, другие, но кому-то эти другие тоже подходят. И причем, вот, про Кристину хочу сказать, я оговорилась, да, там, эта дамочка еще с это самое, что-то там она неправильно выводы сделала, я сказала, что Кристина вообще мне не имела отношения к ребенку, это вообще ужас, даже так мне обидно стало. Как бы по-хитрому вышла замуж, что я имею в виду? Во-первых, это я простым путем, таким тупым, приехала, да, по визе невесты. А Кристина познакомилась со своим мужем в круизе, если там кто не знает, да. Потом она приехала сюда по студенческой визе, это более сложный путь, и она его прошла, понимаете? И она его прошла, и замуж вышла, и ребенка родила. И причем, про Кристину хочу сказать, у нее там в комментариях такое кошмарное, и мне так я... Мне это, ну, как вам сказать, вызывает улыбку. Даже недоумения нет, просто улыбку. Там ей пишут, ой, какая она там, да, какие-то пишут нехорошие комментарии. А суть люди вообще, что ли, не улавливают. А суть такова, что Кристина сама себе, сама построила свою жизнь. Она, что вот, если убрать всю шелуху, оставить, вот главное, она переехала в Америку. Она хотела этого, и она это сделала. Она живет в свое удовольствие. Она не живет на улице, она живет в доме, да, муж, какой, что, неважно. У нее есть ребенок, она не пашет с утра до ночи, она ездит, путешествует. А вот те, кто там ей советики раздают, сидят, как она тут, это самое, тут попала, у меня как раз попала, просто между, это тоже, знаете, тема хейта близка. И она тут рассказывала, она говорит, я вас представляю, как она сказала этим хейтерам, она говорит, я вас представляю в засаленных халатах, да, в каких-то грязных. А я прям представила эти какие-то халаты такие ситцевые, и обязательно, знаете, нижняя пуговица должна быть вырвана с мясом. Вот я не знаю, знаете, с мясом, когда с кусочком ткани, вот я не знаю, у меня такая ассоциация. А ведь такое тоже имеет место быть. Люди и жалеют кто-то ее там, еще что-то. Те, кто вообще дальше своей табуретки, своего дивана не выезжал никуда. Кристина путешествует по всей Америке, и не по Америке, она еще и в другие страны ездит. И в Россию, и обратно. У нее все нормально, все прекрасно. Она там не считает там с копейки на копейку. Если кому-то так кажется со стороны, я здесь же, поверьте мне, это не так. Она молодец, она молодец. И она там хочет, работает, не хочет, не работает. Кто, вот много людей могут похвастаться. Сколько там процентов по статистике в России вообще не имеют загранпаспортов? И эти люди там ей там что-то еще указывают. Ну ладно. Бенефис Кристины закончился. Я вам просто показываю, если кто-то там не понимает, что главное, что вы, хватит, я на коротком примере, показала, вот что главное для меня в этой истории. Остальное все шелуха. И знаете, вот она тоже, да, она видео сняла, все, рабочий день закончился. И у нас вот мы такие нетерпимые. Вот почему мы такие нетерпимые? Вообще вот народ такой нетерпимый, мы не можем спокойно принять, что бывают люди другие, что у них может быть другая жизнь, другие приоритеты. Мы прям сразу... Так, ладно. А вот я за правду матку, за вашу, за правду матку я ваша подписчица. За правду матку это вообще отдельная история. Прям сегодня с мужем у нас прям пари, заключили пари. Но я подожду до конца развязки, подожду развязки одной истории. Я тогда с вами поделюсь вообще своим мнением, его мнением и расскажу, кто вообще выиграл. Еще, Ольга, вы рассказывали, что мужу никаких проверок на свиданиях не устраивали. А после того, как решились выйти за него, какие самые важные вопросы вы задавали? Что для вас было важно узнать? Для меня было важно узнать практически ничего. Смысл задавать вопросы. Ответить, сказать слова, ну для меня, это мое восприятие жизни, отношение к жизни. Знаете, вот слова это воздух. Сказать можно что угодно, все что угодно. Единственное, тоже я уже говорила, я ему предложила заключить брачный контракт, да, как бы и он, я у меня спросила, брачный контракт будет, он так смутился, что я первая об этом заговорила. Так у нас контракта нет, да. Но я вначале еще посмотрела, какие семейный кодекс штата Калифорния, да. Меня это, собственно, устраивало, устраивает, да, и без контракта. Все, все по-честному. И вот девочки, вот не верьте словам, не верьте. Вы можете задавать вопросы любые. Они могут расстроить, напугать. Может быть, эффект какой угодно неожидаемый для нас. А результата может как бы положительного или нужного вам и не быть. Поэтому нужно внимательно смотреть и делать выводы. Надо смотреть внимательно, как человек себя ведет, как он реагирует на те или иные вещи. Не спрашивать там, и в конце концов, какая ни разница, какой у него любимый цвет. Или все равно. Вот вы задаете ему вопрос, да, так он вам ответит. Не то, что есть на самом деле, а то, что он сам о себе думает, а является ли это правдой. Не факт. Первый момент. И второй момент. Еще бывают часто встречающиеся такие ответы, когда человек говорит то о себе, каким бы он хотел быть, а таким не является. Смысл задавать вопросы. Просто держите ситуацию под контролем, и все. Это мое мнение. Я так делала. Я просто внимательно смотрела на любые реакции, малейшие. Я тоже рассказывала об этом. Где-то он в магазине, где-то что-то, где-то его плечом кто-то задел. Я смотрела, как он реагирует. Все-все-все до мелочей. Оля, начало не поняла. Она вас упрекала, что вы не любите тряпки. Вот, я хочу сказать, меня никто ни в чем не упрекал вообще. Просто девочка, она говорит, ну, мне хотелось бы про отношения. А мне вот, знаете, я же не могу. Помните, я вам раньше еще сказала, я с вами дружу. Есть у меня такой недостаток. Вот вы с друзьями говорите, с подружками своими, вы разговариваете только про отношения? Нет. Не хочется с вами поделиться информацией. Я что-то новое узнала для себя. Не хочется рассказать. Я вот своим родным рассказываю и вам точно так же рассказываю. Мне хочется поделиться. Или, допустим, я что-то, я не собираюсь о чем-то говорить, да? И я рассказываю, разговариваю со своей сетчичкой. И я ей рассказываю. Она говорит, Оля, да ты что? Я такая думаю, ой, надо девочкам рассказать. И я с вами делюсь, я вам рассказываю. Видите, я себя погладила, как бы, какая я молодец. То есть мое подсознание меня как бы подталкивает, что я сама себя похвалила. Видите, волосы пригладила. Да, ну вот так. Я с вами делюсь информацией. И потом информацией. Потом мне хочется вот на балконе цветочки. Вот кому-то это вообще нафиг не надо. А это же моя забота. Ну вот у меня подружка придет ко мне. Конечно, я скажу, пошли покажу, что у меня на балконе есть. И я с вами так же. Кстати, у меня астры начинают расцветать. Когда расцветут, там побольше. Я вам тоже покажу. И все, все просто. И девочка, она же меня не упрекала. Она как бы пожелания высказала. Получается, что есть только один способ удачного брака. Прогибайся. Там капслоком. Прогибайся. Это, наверное, девочка совсем молодая. Совсем молодая. И я хочу напомнить всем девочке, что любые отношения, любые. Брак, дружба, приятельство. Это один большой компромисс. Вот и все. Если кто-то в браке, да, никто не идет на компромисс, брак не может быть браком, он разрушается быстренько. Если идет на компромисс, уступает, как прогибается только один человек, это плохой брак, неудачный. Потому что это тот, кто всегда уступает, он будет чувствовать себя жертвой и не сможет быть счастливым. А вот когда в браке прогибаются, идут на компромисс оба, то вот из этого может что-то получиться. И это не только мое мнение, кстати. Я думаю, что вы со мной с этим согласны. И про гармонию. Вот в чем гармония? Да, вот я тоже, вот я в сердцах там ответила. А вопрос же был, в чем гармония этих отношений? Ну, у всех отношений гармония в разном. Смотря кто что ищет. Я уже говорила тоже, повторяюсь. Для меня, вот как для меня, вот так начнешь верить в гороскопы. Я там, да, смея в близнецах, и для меня это важное отношение. Да, вот для меня важное отношение. Для меня гармония – это вот отношения, забота друг о друге, уступчивость, чтобы, да, не игра в одни ворота, чтобы вот и я уступала, но и чтобы муж, ну, он тоже, видите, мне уступает. Я уже, ну, вы же поняли, вот я до этого выложила видео, да, что я тут упираюсь, там, а, что-то мне лениво, а, что-то нафиг мне это надо, ой. А он тоже уступает, он ждет. Он ждет, когда я вот уже наиграюсь вот этим выпендриванием, он тихонько ждет. Это же тоже компромисс. Я надеюсь, что я выполнила свое обещание. Я вам всем желаю счастья, всем удачи, и увидимся в следующих видео. Всех люблю и целую. Пока-пока.